Ну что, я смотрю, здесь у меня птицы, ну везде порылись, зараза. Они все здесь поразрыли в родинендрайере моем. Вообще, дрозды это такая немножко нежелательная птица в вашем огороде, потому что она будет съедать, во-первых, черешню сладкую она будет портить. Потом, когда черешня уже будет заканчиваться, она может перейти на клубнику. Единственное, что кислую вишню она не ест, а все остальное все может попортить. Ну а, конечно, синицы это очень хорошая птица. Они за весь сезон могут собрать несколько сот килограмм всяких разных жуков и личинок, вот когда они своих деток высиживают. Вот слышу где-то пищит синица, а где не вижу. Скорее всего, вот в этом, наверное, синичники. И та, она сидит, я вчера попытался заглянуть опять туда, вот, начал открывать, смотрю, хвостик. Но она спала. Вот, и я не стал ее тревожить. И сегодня утром я приходил, я ее видел. Вот, она уже вылетает, покормится. И, в принципе, там много арахиса они съедают. Сейчас надо будет подсыпать еще арахиса. Ну а после того, как я вот обработал все, в принципе, выглядит она здесь все неплохо. Лучок, эти кальраби, в общем, не замерзла сильно. Хотя, вот еще сегодня ожидается минусовая температура. Но самое главное, о, видите, они тут постоянно ковыряются. Кушать-то охота. Еще их еду крыса съедает. Или крыса, или большая такая мышь огромная. Вот, как раз она там лазает. Самое главное, это вот помидорчики. Помидорчики. Выглядит хорошо. Не зря я беру томаты в Хорнбахе, в нашем филиале, по крайней мере, в нашем филиале. Они и держат на улице. И, соответственно, они уже выдержали определенные низкие температуры. 6-5, может, градусов. Вот так вот. И уже закаленные. На улице они были. Соответственно, если домой, ой, на улице вот так вот их высадить, они, в принципе, выдерживают температуру. Ну, как вот в прошлом году, я тоже так же делал. Высаживал. Прилетело. Ага, Блаумайзер. Как раз на гнездо. Вот. И я тоже так делал. И он мне очень хороший показал результат. Видите, как они довольно-таки так хорошо они съедают. Вот. А с этого, наверное, ну, шугают другие синицы. Вот. Они это не дают другим подлетать сюда. Вот у меня здесь еще семечки. Я сейчас их попробую прицепить с другой стороны. Может быть, синицы и заметят. Вот. У меня здесь еще вот такие вот три здесь висят секатора. Вот. И, в общем, один из них уже сломался. А другие очень-очень плохо режут. Но нужно тоже попробовать заточить. Может быть, еще какие-нибудь пойдут. А другой разобрать на запчасти. Особенно лезвие. Хочу показать вот такие вот семена белого клевера. Вот. Но это довольно-таки большой клевер. Больше, чем, допустим, где-то в половину. Больше, чем микроклевер. Вот микроклевер специально для газона. Там немножко другой сорт. Там специально низкий маленький клевер. Вот этот же он в половину больше. Но тоже вырастает. Небольшой. Наверное, до 15 сантиметров. Вот. И сейчас он в продаже. Есть в Хорнбахе. И можно его взять. Вот. Конечно, нужно тысячу раз прежде подумать, стоит ли его вносить себе, допустим, в газон. Потом же его не выведешь. Это многолетний. Вот. Из-за того, что появляются цветы, конечно, пчелы. Вот. Если не допускать цветения, постоянно косить, то, конечно, пчел можно избежать. Вот. А так, очень хорошее средство. Азот фиксирующий бактерии. Фиксирует азот. Кормит все остальное. То, что у вас высеяно. Траву. Сам себя. И близлежащие растения. Оздоравливает почву. И так далее. И тому подобное. В общем, он используется как сидерат. Да. Из-за того, что вот азот фиксирующий бактерии у него. Так. На моей тут батарейке 12,7. Ну, как я говорил, что у меня очень маленькая. Ну, и сам аккумулятор маленький. Да. Здесь. И сама тоже солнечная панель. Она тоже малюсенькая. Вот. Еще пока из-за того, что веранда не готова эта, как я уже тысячу раз говорил, это первоочередная задача. Нужно сначала сделать веранду, а уже потом все остальное. Крыша. Обшивать веранду. Так. Синица прилетела. Там какая-то кушает. Кормится. Вот. Но не это. Блау Майзе. Как она? Вот забыл. Все. Слово вылетело из головы. Ну, вот как ее? Как ее? Вот бывает, знаете, иногда немецкое слово помнишь, а русское уже забыл. Но этот, допустим, да, большая синица. Коль Майзе. Да. Потому что у нее черная шапочка. А у той... Блау Майзе. Потому что синий. А, Лазуревка. Ее перный театр. Забыл. Да. Но вот, в общем, эти... Здесь новые синицы, которые прилетают, они довольно-таки агрессивные. Других не подпускают сюда. Я уже говорил, что они облюбовали, строили вот этот вот синичник и вот этот вот синичник. Вот. Из-за этого у них конфликт возникал вот с этой вот семьей, которая живет в этом синичнике. Вот. Но сейчас посмотрим, кто есть кто, в какой синичник залезает. Летит. Я думаю, что... Опять забыл. Блау Майзе. Что она пролетит или покормит. В общем, мне показалось, что это была самка. И ей нужно будет залететь на этот... На гнездо сесть. А эти... А эти улетели, кажется. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok